О том, что здесь живет художник, можно догадаться уже во дворе Загидулиных. Все постройки украшены картинами, а дома на стенах – картины из алмазной вышивки и вышивки крестика. Гузалия Ханум также делает бижутерию из бисера, которые выглядят как произведение искусства и ничем не отличаются от брендовых. «Хочу пробовать все, что можно создать руками, и получаю от этого удовольствие», – говорит Гузалия Фархудзиновна. «Делаю калфаки, из бисера плиту жгуты, герданы, из изолона делаю объемные цветы, вяжу спицами, крючком, туники, пальто. Если хоть день я не займусь рукоделием, то это время для меня прожито зря». За много лет занятия рукоделием Гузалия Ханум перепробовала все виды рукотворчества. Из них основную долю занимает вязание. Таких изделий у нее великое множество – от носков и варежек до скатерти, пальто и кардиганов. Но в планах мастерицы научиться еще одному виду творчества – квилтингу. На всемирном конгрессе татар познакомилась с Гульнас Шайхи, увидела у нее татарское нагрудное украшение «Изю». Приехав домой, сделала себе такое же. Гузалия Ханум по профессии – воспитатель. Работает в Суньском детском саду более 25 лет. Кроме работы, в хозяйстве с Гедулина содержит двух коров, телят и домашних птиц. Несмотря на то, что на ведение хозяйства уходит много сил и времени, рукоделий для мастерицы – на первом главном месте. Такие умения передаются из поколения в поколение. В нашем сельском поселении таких мастериц много. Их работа участвует на разных выставках. Скоро к нам приедут из общества Аккалфак. Работы рукодельниц, в том числе и Гузалии Загедулины, покажем и им. Гузалию Загедулину из Малых Суней часто приглашают на различные мастер-классы. Ее работы высоко оценивают на различных выставках, конкурсах, проводимых как в районе, так и в республике. Фаузиан Ругалюмова, Тимур Махамедханов, Фаэль Шихудзинов. Новости Татарстана.